Всем большой привет, с вами Magpiebird и сегодня совершенно прекрасный день для того, чтобы показать вам мою вариацию постройки стартового жилища в Sims 4. Я знаю, что многие, кто уже строил такие дома, делали это по-разному. Например, кто-то ограничивал себя дополнительно только базовой игрой, то есть можно брать все предметы только из базовой игры и дополнение нельзя использовать. А кто-то урезал всевозможный бюджет. Ну а я решила для себя, что бюджет составит 20 тысяч симолеонов стандартно, ведь именно столько дается нам при создании семьи. Если, конечно, не использовать создание персонажа с историей. Сейчас вы как раз можете видеть скриншот, как это выглядит, если кто еще не в курсе. Так вот, если же мы создаем персонажа с историей, то в зависимости от ответов на шаблонные вопросы у нас может быть и такая ситуация, что персонаж окажется богатым и бюджет его составит больше, чем 20 тысяч симолеонов. Сейчас вы тоже можете увидеть, что первый персонаж с историей с бюджетом в 30 тысяч, а второй с 20 тысячами. Итак, как я и сказала ранее, мне захотелось построить стартовый дом. Главной идеей, конечно же, стало то, что дом должен быть в меру маленьким, но очень уютным. Я предположила, что этот дом может принадлежать одному или максимум двум симам, а свободного пространства должно быть скорее меньше, чем больше, ведь залог уютного дома в 74 – это как можно больше предметов декора. Мне нравится, когда в доме все по минимуму, но при этом есть на что посмотреть. Мне также хотелось построить дом с антресолью. Антресолью еще называют верхний полуэтаж, как раз то, что вы видите у меня на втором этаже. Каково мое удивление было, когда я узнала, что это не только шкафчики в квартире, в которых куча вещей лежит, а что-то вроде чердака, к которому идет лестница и этаж при этом не полностью весь застелен полом. В общем, я надеюсь, что я правильно донесла мысль. Также я хотела, чтобы у второго этажа был треугольный потолок, если вы понимаете, о чем я. Но, к сожалению, в Sims 4 полноценно нельзя так сделать, поэтому вы могли наблюдать, как именно я выкрутилась из данной ситуации. И мне кажется, крыша вышла довольно симпатичной, но немного более крупной, чем в реальности в подобных домах бывает. Мне кажется, что многие симмеры неспроста жалуются на крыши и не любят их строить. Ведь почти всегда выходит не так, как ты себе это представляешь, или выходит, что не хватает процентов 10 до идеала. В прошлый раз, когда я строила дом с помощью рандомайзера, я предварительно приобрела все необходимые предметы и только потом строила дом. В этот раз я как-то нелепо то предметы расставлю, то стены подкручу, то там поставлю, то тут. За бюджетом, кстати, я практически не следила, но знала точно, чем меньше площадь дома, тем менее дорого он обойдется. Опять-таки меня этому научила постройка дома с рандомайзером. По поводу стиля дома. Мне не хотелось его делать в современном стиле, хотя я очень люблю такое. Но я постаралась в этот раз выйти из зоны комфорта, так сказать. Поставим же мне за мои старания лайк и подпишемся на канал. Этот участок, кстати, находится в городе Бриндлтон-Бэй и он окружен красивыми деревьями, немного по-осеннему. Город, кстати, у меня и правда ассоциируется с осенью, не знаю почему. Поэтому я построила что-то более классическое для такой местности и решила использовать оранжевый оттенок для внешней стороны дома. В какой-то момент мне показалось, что дом снаружи выглядит очень пустым и что было бы неплохо добавить декоративных моментов на крышу. Что, собственно, я и сделала. Добавила небольшие выступы с окошками и крышей. Если кто знает, как это правильно называется, то пишите в комментариях, буду рада научиться новым словам. Это абсолютно не функциональное пространство, но мне показалось, что так выглядит намного лучше. При выборе окон я довольно сильно намучилась, так как у меня в голове был конкретный образ и огромное желание воплотить все это в жизнь. По-моему, если я не ошибаюсь, все окна здесь из дополнения снежной просторы. Кстати, это одно из моих любимых дополнений в Sims 4. И совсем не потому, что оно было создано явно под вдохновением азиатской культуры, а больше потому, что в данном дополнении есть огромное количество красивой мебели, которая отлично вписывается почти в любой интерьер, а главное сочетается с другими предметами мебели. Позже, конечно, меня порадовал и набор интерьер мечты, тем, что в нем очень много классной, а самое главное современной мебели. На крышу я также добавила трубу, ведь должна же быть какая-то вентиляция в доме или что-то вроде того, а второй этаж снаружи украсила небольшим забором, абсолютно не несущим никакого смысла в игре, но очень красивым. Также, я думаю, дому придают завершенность белые столбы и, конечно же, куда без цветов на окнах. Я была бы не я, если бы не использовала растения. Кстати, пока вы смотрите, я тут вспомнила, что относительно недавно полностью перестраивала город Сан-Мишуна. Ну как перестраивала, скорее участки меняла. Так вот, почему я вспомнила? Я столкнулась с тем, что стартовые квартиры от разработчиков и участки как будто не имеют никакой логичности или как будто сделаны в торопях. Вот если бы, скажем, все дома в вашем городе изначально выглядели так, как мой хотя бы, как думаете, было бы желание их кардинально менять? Мне кажется, что это довольно круто, что у нас есть в игре некоторые изъяны, ведь столько контента на этом было сделано. Я помню, что года 3-4 назад много кто перестраивал участки городов. Я бы, на самом деле, сняла целую серию таких роликов, но, если честно, не уверена, что вообще такое актуально, или, возможно, кому-то сейчас это интересно. Кстати, пользуясь случаем, хочу порекомендовать вам свой инстаграм и пинтерест. Там я тоже выкладываю свои творения, всегда заранее предупреждаю о новых роликах, поэтому ссылочки внизу в описании. Кстати, у меня уже практически готово новое видео, и я наверняка выложу в инстаграм кое-какие изображения, которые, возможно, вдохновят и вас. Сейчас я обустраиваю дом внутри. Как видите, я сделала на кухне импровизированные подоконники для цветов и не только. В этом мне неизменно помогают коды, которые я решила закрепить на протяжении всего видео. Для того, чтобы поднять предмет на нужную высоту, вы можете использовать клавиши 9 и 0, или же левая и правая скобки. Я старательно расставляю предметы декора, и это, я вам скажу, не самая быстрая работенка. Мне очень понравилось по итогу, как выглядит кухня. Такая маленькая, она уютная и светлая. На этом моменте я начинаю особенно сильно замечать бюджет. Очень вовремя, да? Хотелось бы, конечно, поставить в доме как минимум телевизор или же компьютер, но моя уже полюбившаяся фраза оправдания «семья молодая, только что поженились и у них нет денег». Ну а на самом деле здесь есть даже стиральная машина с сушилкой, поэтому считайте полдела уже сделано и им не придется хотя бы стирать вручную. Мне кажется, что уже на данном этапе дом внутри выглядит не пусто, а именно так, как если бы в нем кто-то уже жил. У меня уже остается меньше двух тысяч и я начинаю уменьшать террасу в надежде выкроить для постройки побольше денег. Кстати, я бы хотела поставить камин, он прям просился на стену, где в дальнейшем я повесила картину, которую, кстати, я очень долго подбирала. Тоже одна из проблем Sims 4. Конечно, не настолько глобальная, но все равно неприятненько. Вообще, все мои привычки размещать одну и ту же мебель в разных домах играют мне в минус, так как хочется создавать всегда нечто уникальное, но по итогу получается, что снаружи дома выглядят все по-разному, а вот внутри что-то, что уже было или похоже на то, что было. Надеюсь, я вас не запутала. Я в попытке как-то маломальски украсить гостиную и столовую пыталась подобрать шторы. И если я сейчас скажу, что штор тоже мало, то получается видео как будто бы специально было выпущено, чтобы поныть. Но ведь все мы знаем, что шторы правда очень мало. И вот то, о чем я говорила ранее. Эти подвесные цветы мне настолько нравятся, что я буквально в каждом доме их размещаю. Наверное, надо уже придумать свой челлендж и построить дом вообще без растений. Насколько он будет уютным. На втором этаже я немного схитрила и поставила двуспальную кровать к стене. Но вообще, так может лечь спать только один сим, к сожалению. Поэтому, если в доме будет жить второй, то нужно будет удалять мини гардероб или ставить кровать вообще на первом этаже. А возможно, даже еще одну комнату достраивать. Кстати, вот из набора интерьер мечты я и разместила впоследствии полку под гардероб с вешалками. Тоже очень удобно. Также поставила еще кресло. Вместо него можно было бы разместить маленький рабочий стол или компьютер или и то и другое. В общем, все самые крутые идеи приходят уже после. Ролик, кстати, уже почти подходит к концу. Далее вы сможете увидеть обход внутри и снаружи дома. А еще в последнее время мне понравилось показывать вам, как выглядит дом при разном времени суток. Если тебе понравился ролик, ты всегда можешь поддержать мой канал лайком, оставить свой приятный комментарий и подписаться на мой канал. И как всегда не забудь про колокольчик, так ты сможешь не пропустить новое видео. Желаю всем отличного настроения, хорошо поработать на этой неделе и отдохнуть на выходных. Всем пока-пока и до новых встреч в следующем видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok